Привет, зритель! Та-дам! У меня тут случилась посылка, которую я бы получила раньше, но какая-то феерическое существо, не знаю какого пола, на углической почте, когда прошла посылка-сортировку первым классом, решила отправить из Углича не в Углич, считай, в цветочное отделение, а в Данилов, город такой есть в Ярославской области, я там ни разу не была, возможно, когда-нибудь побываю, наверное, надо бы, наверное, побывать раз туда дважды ушла эта посылка. Ну, вот она туда ушла, потусила, уехала в Ярик, из Ярика вернулась в Данилов, снова в Ярик, и потом уже обратно в Угличе. Вот сегодня я её получила. Вообще, получила бы вчера, но наша почта решила вчера не работать. Ну, такие сказочные люди, ладно, вчера они решили не работать, хрен с ним, но самый прикол, что за существо, две посылки было в один день. Одну отправила туда, куда надо, я её получила, от Китфорта уже обозрела, а другую отправила в Данилов, это кем надо быть. В общем, опустим почту Раиси. Если вы что-то кому-то хотите посылать первым классом, или просто, посылайте просто, просто дойдёт быстрее, чем первым классом. Как я уже убедилась на собственном опыте, человек просил остаться неизвестным. Будем называть его древним подписчиком, потому что аж 4 года уже подписан человек. Подписчиком, который любит чай. Вот так. Сейчас я это вскрою. Кстати, подписчик, который любит чай, у тебя такой интересный почерк. Так, мои ноженки. О! Вообще, у меня тут есть чай. Обычный, зелёный, китайский, выращенный в Китае. В Китае запакованный, совершенно в магните продававшийся. Чего-то больше нигде его не видела. Я его молоком разбавила, из которого в последнее время делаю кисломорочные продукты. Последнее время я из него делаю, хочу уже эксперимента ради на закваске, которая уже как бы отжила своё, но всё же эксперимента ради сделать. Обычно говорят, что материнская закваска может только 3 раза использоваться. Вот хочу 4-й делать. Но кот тут нюхал, что принеслись 2 коробочки молока, помимо прочего. И вот такая вредная хозяйка молоко убрала в холодильник и сама не достаёт, чтобы что-то сделать. И коту не даёт. И мы так страдающе выли, и ластились. И крутились. Я вижу фиолетовый пакетик. Я вообще люблю фиолетовое всё. Ну, не вообще всё фиолетовое, не только фиолетовое, но люблю фиолетовое. Ну, в общем. Пакетик. Здесь живут книги, читай город. Сеть книжных магазинов. Здесь живут книги, читай город. Сеть книжных магазинов. Мне кажется, читай город, вот почему-то, вот я смотрю в камеру, он синеньким таким. Но может быть на монтаже Будет именно фиолетовым Может быть свет как-то так не так падает Короче, мне кажется, в Ярике тоже есть этот Читай-город Мне говорили, что там Помимо того, что я как бы знаю Подозреваю Что-то, что можно за АСМРить И вот Я такое не ждал Страна происхождения Китай Вкус Вилл Чай манговый улун Масса нет, 150 грамм Я вообще его не ждал Прикольно Я решила это как бы вскрывать В процессе записи Но Короче Состав улун Сорт от эгуанин Манго, сушеный экстракт манго Короче, я как бы в курсе, что сейчас много чего С эгуанинем смешивают Я когда последний раз Ой, я так ведь еще и не смонтировала этот ролик Который перед Новым годом записала И обозрела Я постараюсь его замонтировать По крайней мере, хотя бы уже в марте Ну или может быть На этой неделе февраль закончится Короче, очень много дел Очень много планов И всю неделю меня куда-то дергают Я не планировала, чтобы меня дергали Каждый день куда-то Короче Тетенька, которая мне взвешивала какой-то чай Там я вопрошала у нее про эгуанин Она на меня смотрела Глаза по рук 50 Я объясняла, что вот эти вот все чаи Они на основе гуаниня Три года срок годности Заваривать при температуре 80-85 градусов Две чайные ложки на чайник 450 миллилитров Я не знаю, сколько у меня чайники миллилитров Ну, сообразим Заваривать в течение 1-3 минуты Ну что, Анна-то, его не вскроешь В смысле, его, конечно, можно вскрыть Может вскрыть Может, это этим надо было пасты мэрить? Слушай, я такой Да, вкус виллы, это вкусно Я потом, наверное, ну, если вам интересно Вы мне скажете, типа, Лёля, сфоткай вблизи А то ты тут будешь наклонять Все, высыпется нафиг Мы, может, и увидим, но в процессе Заварить на камеру, Лёля Или как-то так Я могу еще сфоткать чисто отдельно Когда буду заваривать Или так Зафоткаю и в институт скину Я сегодня гуляла И, в общем, ну, помимо того, что у меня там надо было куда-то И не только по моим делам И немножко прогулялась по механке И так что-то пофоткала Но еще ничего не скидывала С одной стороны, мне кажется, что-то это знакомое С другой стороны, как ряд же его знает Рисовые снеки Юкин Но Яда 161 грамм Производитель Ао Санка Ни Гата Китаку В общем, полностью такой тут состав В смысле адрес Так, состав рис В США и Японии Другой сахар, растительное масло Соль обезжиренное Сухое молоко Лактоза, фруктоза И еще куча всего такого Прикольно Я помню, какие-то рисовые лепешки Мне дарила Вот не спутать бы Или Сестры из Рига-Лондон Соня и Инесса Или Диляра Которая мне еще задарила Такие масляные краски Наборчиком Они у меня еще лежат И я вроде ими даже что-то ваяла И вот там были рисовые такие лепешки Которые надо варить А тут, видимо, надо их грызть Рисовые снеки Ну, снеки обычно грызут, да? До 30 октября этого месяца Этого, пардон, года Надо их будет схомячить В принципе Ими может и правда Похрустеть Типа в АСМРе Или там Похрустеть Вроде как И по АСМРе Типа Мукбакить Та-дам Оригами-Ти Мат-ча Мат-ча Японский зеленый чай Мат-ча Чай из Японии 50 грамм Продукт года 2019 Ну, тут медалька Типа Дата производства 23 января Этого года Недавно Страна произвождения Япония Два года со срока Годности 50 грамм У меня как бы там Еще две мати Ну, вот именно мати Там мне и как раз Обещали Я так поняла Что эту мати Продают Если помню точно Во вкус Вилли Еще в какой-то Магазине Которая у нас Вообще отсутствует Может, Ярики Она есть Но Увич Я такого не знаю Я тоже Это вскрываю Я вот вижу А, вот она Зелененькая Пахнет так интересно Я не помню Как та Пахнет Ну, буду знать Что такая тоже Матя Ну, в смысле Такая матя есть Может, где-нибудь В сети найду Когда закончится У меня Матя Хадзи Куна Одна чайная ложка Без горки Два грамма Положите в чашку Одна чайная ложка Я всегда думала Что одна чайная ложка Это Вот та маленькая ложечка Вот у меня есть Похожая Только металлическая Вот ее С горочкой Еще кусочек Значит, одна чайная ложка Два грамма мати Это как раз Одна чайная ложка Круто Я все думала Как бы взвесить Чтобы понять Сколько там граммов Короче, одна чайная ложка Без горки Интересно Если взять Вот ту ложку С шариком И чуть поменьше И пересыпать Это в чайную ложку Получится ли Так же без горки Положить в чашку Добавить 100 Или 80 Миллилитров воды Температурой 60 градусов Сбейте В-образными движениями До образования пенки Вот на японской Было написано Что Надо именно При 80 градусов Сбивать Но я пока больше Не сбивала Потому что Я забыла Тогда венчик отмочить У меня пенки Не случилось В следующий раз Я отмочу венчик И попробую И эту И те две Теперь же у меня есть венчик Венчик Не чай Его можно Ну в смысле Он будет жить долго И сейчас Он не закончится Круто Спасибо Анонимный подписчик Точнее подписчик Решивший Остаться анонимным Газеты И на нее И на нее Фига себе Похожи на чипсы Такие стаканчики Практически В японском стиле И в ней я подяжила Ну в смысле Наливала в нее уже В свое время Эту самую Сенчу Можно и матью налить Всем спасибо Кто осилил до конца Всем пока